Добрый вечер, новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и наиболее важные события в коротком анонсе. В новообразованном комитете по архитектуре и градостроительству новое начальство. Указ подписал Владимир Васильев. На расширенной коллегии МВД подвели итоги за первое полугодие, а также обсудили ряд вопросов и метод работы с населением. Турецкие врачи в Дагестане. Хирурги делятся опытом практической работы, проводя операции на наших пациентах. Обо всем подробно расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Начнем выпуск с новостей из Дербента, где сегодня в море утонули 4 человека. На территории населенного пункта Хазар, по предварительной информации, утонул мужчина 65-го года рождения и трое детей 2004-2008-2011 годов рождения. Подробности произошедшего пока неизвестны. Найдено тело одного утонувшего. Тела остальных погибших ищут спасатели. К поискам привлечены 21 человек и 2 единицы техники. В Рио председателе комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана стал Гусей Низиров. Указ о его назначении подписал в Рио главы республики Владимир Васильев 23 июля. Напомним, что комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана является новым органом. Он был создан указом Владимира Васильева 5 июня текущего года. Более 70 участников бандподполья задержано с начала года в Дагестане. Об этом сообщили на расширенной коллегии МВД, на которой подводились итоги работы ведомства за первое полугодие. Глава ведомства Абдурашид Магомедов отметил, что проведен значительный объем работы по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. В результате принятых мер удалось обеспечить безопасность в период проведения чемпионата мира по футболу, чемпионата Европы по спортивной борьбе и других значимых мероприятий, а также минимизировать угрозы терроризма. Однако, по словам министра, криминогенная ситуация в республике остается сложной. Активность членов бандподполья все еще сохраняется. Проводимая работа в сфере законного оборота наркотиков явно неоднократно масштабного распространения республики. Даже сейчас, по результатам проведения операции здесь на Каске, мы не добились результата необходимого охлебного наличия правонаризации. Вместе с тем, раскрыто более 6 тысяч преступлений и установлено около 5 тысяч лиц, которые их совершили. Меньше совершено таких преступлений, как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленное убийство и грабеж. Вместе с тем, был сделан акцент на усиление профилактической работы и взаимодействия силовиков с населением. Выступающие отмечали, что необходимо действовать на упреждение. В завершении мероприятия отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды. Турецкие врачи посетили Дагестан. Рабочий визит представителей международной сети Ажибадем состоялся на базе третьей городской больницы. Чем удивили иностранные медики местных и о перспективах их взаимодействия с дагестанскими врачами расскажет Патимат Ханапова. Без теории сразу к практике. Обмениваться опытом иностранные врачи стали сразу у операционного стола. Тамир Корсидак, хирург с 30-летним стажем, за весь свой профессиональный путь принял до 50 тысяч больных. На его счету более 6 тысяч операций разной степени тяжести. Я очень горд и рад тому, что вы пригласили меня не только в республику, но и позволили поработать с вами за одним операционным столом. У всех у нас есть работа и знания, и мы рады ими делиться. Если делиться этими знаниями, то опыт приумножается. Сегодня доктор Корсидак делится со специалистами 3-й городской больницы новыми методами хирургического лечения. Операции прошли успешно, как и планировалось, использованием менее травматичных способов. Мы оперировали пациентку с острым калькулезным полицеститом. Операция прошла удачно. Были некоторые технические новшества, которые нам уважаемый профессор показал, обучил нас. Уловка, можно сказать, техническая, которая позволит нам в дальнейшем использовать в практическом своей работе и ускорить и улучшить результаты выполнения оперативных вмешательств. Планируется выполнение более серьезных вмешательств. Это был только первый этап. Вегистанские врачи рады приезду турецких специалистов и надеются на дальнейшее сотрудничество. Для медучреждений и их приезда уникальная возможность ускорить прогресс и вывести больницу на мировой уровень. Мы вынесли из этого события огромный опыт. Мы увидели те операции, которые мы умели проводить новым способом, менее травматичным, более полезным для пациентов. Мы пациентов теперь можем выписывать еще быстрее. Этот уникальный опыт нам пригодится в дальнейшей работе. То есть наши дагестанские жители смогут еще более квалифицированную помощь получать благодаря этому визиту. Отметим, что операции обе стороны проводили исключительно на благотворительных началах. По теме от Ханапова Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 19 дагестанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. По русскому и по химии экзамен на высшую отметку написали 8 выпускников, а общество знания – трое. Отметим, что 9 стобальников представляют Махачкалинские общеобразовательные учреждения. Трое учились в столичной гимназии номер 13, остальные представляют школы номер 26 и 42. Также это ученики 22 и 33 лицеев гимназии номер 33 из школы Возрождения. Вторым по числу стобальников стал Дербент. Здесь ЕГЭ на 100 баллов сдали 4 выпускника. Далее идет Каспийск. Это два выпускника от Кизилюрти, Рутульском, Хасайуртовском и Кизилюртовском районах. Высшие результаты получили по одному выпускнику. С коротким обзором новостей сегодня вас познакомит Зумруд Гамидова. Дагестан – самый малообразованный регион страны. Средние окюжители республики составляют 89,7. Так, в Москве и Санкт-Петербурге около 104 баллов. Между 95 и 100 баллами расположились такие регионы, как Свердловская и Вологодская область, Пермский край, Татарстан, Башкоркастан. Это сопоставимо с данными по США, Финляндии, Украине и Белоруссии. Дагестанец прогулялся с медведем по Москве. Блогер Хизри Запиров, известный в социальной сети Инстаграм, выгулял в центре российской столицы настоящего медведя. Чемпионат по футболу закончился, а туристы уехали. Теперь можно и мишку выгулять. Так подписал видеозапись Запиров. Торговый центр «Апельсин» в Махачкале построен без разрешения на строительство. Об этом заявили в прокуратуре Ленинского района Махачкалы. Руководство «Апельсина» оштрафовано на полмиллиона рублей. По выявленным нарушениям направлен иск в суд для дальнейшего разбирательства. Минобороны России предлагают забирать автомобили граждан в случае военного положения. В список будут включены все легковые машины, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо водительского не более 8 мест для сидения. Забирать авто у владельца военные смогут в случае объявления военного положения. Транспортные средства при этом передадут военным частям, но в районы боевых действий направлять не будут. Пользоваться машинами граждан армия будет до тех пор, пока не потянутся свои подразделения с техникой. При этом владельцам авто будут выплачиваться соответствующие компенсации. Оскар по-дагестански. Накануне в Махачкале прошла третья национальная кинопремия «Мой Дагестан». В рамках конкурса были представлены короткометражные фильмы начинающих дагестанских режиссеров. Побывала на кинофестивале и моя коллега Карина Баталова. В кинотеатре «Россия» начинающие режиссеры, операторы, актеры и сценаристы. Вот уже в третий раз национальная премия выбирает лучших из лучших кинематографистов Дагестана. Наша премия проводится уже третий год. Каждый год мы собираем все больше и больше участников. С каждым годом мы отмечаем увеличение уровня профессионализма наших участников. То есть операторская работа, режиссура и в том числе актерская игра также возрастают. В этом году впервые у нас участвуют два фильма от одного ингушского режиссера. Это молодой парень, который отметил тот факт, что в Ингушской республике таких конкурсов не проводится, поэтому он вынужден участвовать у нас. Только восемь работ из шестнадцати удостоились чести быть представленными на суд зрителя. А вот главный суд над кинокартинами проходил удаленно, по всем канонам престижных кинопремий. Каждый из голосующих всегда получает номинантов отдельно, полностью по всей Америке, точно так же по всей Махачкале. Члены жюри получили конкретный список из номинантов и голосовали. В прошлом году были фильмы усредненные. В смысле качества тоже они были не самого высокого, но среднего, нормального качества было трудно определить победителей, потому что в некоторых номинациях просто было тяжело выбрать того, кто, по моему мнению, лучший, просто потому что они были средние. Но в этот раз они на уровень выше все, то есть еще намного сложнее стало. Но в моем понимании некоторые работы реально были выше остальных конкретных аспектов. По словам Ислама Ханипаева, за последние несколько лет работы дагестанских авторов выросли в техническом плане. От завораживающих кадров, аэросъемки до грамотной цветокоррекции. Это кадры из фильма начинающего режиссера Камиля Алиева. Помимо антитеррористической картины «Отражение», на кинопремии он представил первый дагестанский ужастик «Репортаж». Заброшенное здание, зомби и нагнетающая музыка. Все по классике жанра. Для фильма «Репортажа» идея пришла случайно. Мне просто понравился «Восьмой цех». Я хотел что-то прикольное снять с какими-нибудь злодеями. И пришла в голову мысль снять фильм про зомби. На этом я руку набивал, получал опыт. Снимал. На все у меня ушло два месяца. Два месяца не пропали даром. Работа Камиля «Отражение» стала первой в номинации «Лучший социальный ролик». А «Репортаж» взял статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа». И все же главным фаворитом этого вечера стал художественный фильм нашего коллеги Гусейна Гусейнова «Цена счастья». «Зарабатывайте, вкалывайте, влезайте в долги по уши, неважно, сделайте все, чтобы этот день стал для них незабываемым и самым лучшим. Ведь он этого достоин!» Сколько стоит дагестанская свадьба и почему мы тратим так много на это торжество? Наболевшая тема принесла автору победу аж в четырех номинациях. «Я рад и облагодарю жюри «Цена счастья». «Цена счастья». Победителем в номинации является фильм «Цена счастья». Он вам уже надавил? Гусейн Гусейн. «Цена счастья». «Смужчина», «Цена счастья». На самом деле, спасибо большое. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к созданию этой работы. Один человек никогда ничего не сделает. Нужна команда людей, обладающих мастерством, талантом и видением творчества вообще, для того, чтобы воплощать в жизнь самые безумные идеи. И, наконец, пятую премию в копилку ННТ принесла работа Умы Ибрагимовой «Моя война», а точнее актерская игра Айши Тухаевой, которая была награждена в номинации «Лучшая женская роль». Мама бежала рядом. Но в какой-то момент она споткнулась. Она сказала «Беги». Свои призы получили не только кинодеятели, но и простые зрители. Телеканал ННТ разыграл два места на участие в программе «Гурме». Директор компании Мавлид Мазукаев лично поздравил всех участвующих и выразил большие надежды на развитие кинематографа в Дагестане. Для меня очень приятно, что на нашей благословенной земле Дагестана сегодня проходит подобное мероприятие, где мы узнаем о талантливых молодых людях. Ведь мы, люди, дагестанцы, это та нация, которая принадлежит очень высокой культуре, о которой надежда забывает. И каждая номинация сегодня нам напомнила частичку нашей жизни, в котором были очень глубокие и важные уроки. Почему важные? Потому что все мы здесь очень молодые, и мы все нуждаемся в верных ориентирах. Слово «верный ориентир» — это понимание, которое утратило свою сущность сегодня, к большому сожалению. Но подобные фильмы, подобные талантливые ребята, которые стараются созидать во благо народа, во благо общества, я не думаю, что они останутся незамеченными. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите нас также в YouTube и в Instagram. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова